Садхгуру, вы, возможно, не знаете об этом, но в последние несколько дней после затмения в социальных сетях много людей ссылается на ваше наблюдение о том, что еда становится непригодной для употребления во время затмения. Они говорят, что они ели, и с ними ничего не случилось. Никто не умер. Они разочарованы? Они также называют вас суеверным и ненаучным. Что вы думаете по этому поводу? Давайте разберемся, что означает суеверие. Суеверие — это когда вы, не имея знаний, не имея никакого представления об определенном предмете, делаете умозаключение. Вот что означает суеверие. Пророда жизни такова. Насколько вы чувствительны, настолько же глубоко ваше восприятие и жизненный опыт. Это не результат интеллектуального накопления. Если кто-то читает школьный учебник и думает, что он ученый, который исследовал какой-либо аспект жизни с определенной глубиной, не будет так говорить. Как йогин, я, насколько это возможно, не буду употреблять ничего приготовленного больше полутора часов назад, подавая вам в ашраме определенную еду определенным образом. Мы надеемся, что все вы эволюционируете от практикующих йогу до йогинов. Вы не просто сгибаетесь и скручиваетесь. Вы начинаете чувствовать единство всего существования. Чтобы это произошло, тело должно быть чувствительным и обладать минимальным уровнем инерции. Если вы едите несвежую пищу, возможно, она не испорчена и не убьет вас. Вы можете съесть ее. Просто она снизит ваше восприятие в моем переживании жизни. Для меня потеря восприятия — это смерть. По крайней мере, смерть для йогина. Человек может жить. Йогин умрет, потому что он потеряет свое восприятие, потеряет свою чувствительность. Если для вас смерть чувствительности не имеет значения, то нет никаких проблем. Вы можете есть все, что хотите. Можно есть отбросы и все равно выживать. Люди едят пищу, приготовленную неделю, десять дней, три месяца назад, хранят ее в холодильниках и едят. Съев ее, они не ощущают никакой разницы. Что можно сказать таким людям? Конечно, у них не будет той чувствительности, о которой я говорю. И я уверен, что они спят по 8-10 часов в сутки. Для меня это смерть. Десять часов сна — это почти 40% смерти, не так ли? В сутках 24 часа. Если вам нравится такая жизнь, можете есть все, что пожелаете. Нет проблем. Можете есть все, что пожелаете. Я не ученый. Я не хочу им быть. У меня нет книг для чтения, я не провожу исследований, не смотрю в микроскоп, у меня нет лаборатории на заднем дворе. Я просто внимательно отношусь к этому человеческому механизму, которым я являюсь. Я сохранил его в хорошем состоянии, что требует много работы. Требуется много работы, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Это не происходит само по себе. Поэтому я поддерживаю тело определенным образом. И когда что-то происходит в природе, я наблюдаю за тем, что при этом происходит со мной. И я говорю, исходя из этого. А также наблюдаю за жизнью вокруг меня. Для подтверждения, каждая насекомая, червь, птица, животное, дерево говорят то же самое. Что ж, если вы собираетесь обнаружить это через много лет, потратив несколько миллиардов долларов на исследование, дело ваше. Я хочу вам сказать, что эти так называемые ученые, настоящая наука, это другое дело. Ученый, который изучил что-то глубоко, не будет так говорить. Это, вероятно, интернет-ученые. Они знают все науки, не только одну. Они знают все, потому что у них есть интернет. Эти люди утверждали, и речь идет о простых вещах. До недавнего времени они выступали за то, что алкоголь, табак, красное мясо лучшие вещи для вашей жизни. Теперь, внезапно, все они стали активно выступать против этого, потому что кто-то где-то, после исследований стоимостью в миллиард долларов, заявил обратное. Мы же говорили об этом всегда. То, что для вас является недавним открытием, для нас мудрость известна с давних пор. В Соединенных Штатах я разговаривал с одним врачом индийского происхождения. Он сказал, что он первый в западной медицине, кто определил, что сердце не только перекачивает кровь, но и всасывает кровь обратно. Желудочки откачивают ее, предсердие всасывает ее обратно. Он первый, кто написал об этом статью. Он прислал мне свои видео, свое выступление на конференции, свои научные статьи. Я посмотрел и не мог поверить, что до недавнего времени, еще несколько лет назад, никто в медицинской науке не знал, потому что сердце всасывает венозную кровь обратно. В йогической системе основное внимание уделяется предсердию, которое всасывает кровь обратно. Об этом говорит Айурведа, об этом говорит Чарта Самхита. В йоге основное внимание всегда уделяется не откачке крови, а всасыванию крови обратно, потому что нам нужно, чтобы наша кровь была как можно более чистой. примеси в крови приводит к потере восприятия. Нас не интересует каково содержание питательных веществ, каково содержание кислорода, как долго я проживу. Дело не в этом. Важнее, как я живу, качество моей жизни, каково качество моей жизни, насколько глубоко мое восприятие. Это всегда было важно в этой культуре и в этой науке, которую мы называем йога. Поэтому, если вы думаете, что верно то, что написано в книгах, тогда вы очень суеверны и религиозны. В вас нет ничего научного. Вы думаете, что ночь — это просто отсутствие света? Или же происходит феноменальная перемена в самом способе протекания жизни от дня к ночи? Спросите любое насекомое, птицу, животное, дерево, даже камень. Они знают, что ночь — это нечто другое. Если вы посидите здесь с небольшой открытостью, вы поймете, что дело не только в свете. Если вы закроете глаза, то даже днем не будет света. Ночью тоже нет света, но разве между днем и ночью нет никакой разницы? Каждый медитирующий знает, в чем разница. Не так ли? Кто-нибудь скажет, что все это чушь. Просто нет солнечного света, и все. Вот что они говорят о затмении. Это не имеет значения. Говорю вам, во время затмения не готовьте еду и не ешьте ее. Не храните еду, чтобы съесть ее после. Не делайте этого. Ешьте до или после, потому что это чувствительность к жизни. Это не интернет-наука. Величайшее невежество думать, что вы не невежественны. В этом вся проблема. Дорогие интернет-ученые, прошу вас, ешьте хотя бы немного свежей пищи. Будьте здоровы, внимательны, не ко мне, к жизни. Ешьте во время затмения, если хотите. Вы не умрете. Просто будет накапливаться инерция. Если вас не беспокоит инерция, в любом случае вы пьете алкоголь, курите сигареты, делаете другие вещи, и, возможно, для вас это не будет иметь никакого значения. Если вы возьмете высококлассную машину, заправитесь бензином с октановым числом 87 на любой индийской заправке, ваша машина остановится через несколько километров. Вам нужно заправляться специальным бензином. Почему? Потому что речь идет о высокопроизводительности. Поэтому, если вы хотите добиться высокопроизводительности, посмотрите внимательно, какое топливо у вас поступает. Если вы мусорная машина, ешьте что угодно, пейте что угодно, какое это имеет значение. Живите как хотите, нет проблем. Так что, если вы разочарованы, что не умерли, поев во время затмения, прошу прощения, но вы суеверны. Природа жизни здесь такова, что Земля, Солнце и Луна оказывают значительное влияние на эту жизнь. Если вы осознаете это влияние, вы можете его использовать и сделать свою жизнь легкой и непринужденной. Если вы неосознаны, те же самые циклы могут сокрушить вас. Все будет для вас проблемой. И вы будете страдать от огромного внутреннего предубеждения, потому что предубеждения и обиды заставят вас страдать больше, чем физические болезни, боли или травмы. Пожалуйста, сделайте шаг вперед. Попробуйте немного свежих фруктов и овощей. Это может помочь. В ближайшее затмение. Поешьте старую пищу в следующее свежую пищу. Поэкспериментируйте и посмотрите. пищу. Попробуйте